Слушаю с запозданием. Тумсо, понимаешь, экономика в странах Запада предполагает личную свободу человека, незыблемость, его прав и свобод, и музыка, значительную часть культуры практически любого народа. Слушаю, экономика в странах Запада не предполагает личную свободу. Экономика это вещь вообще никак не связанная с личной свободой. Но я не совсем понимаю, какая связь между экономикой и музыкой. Ну, с одной стороны, ты можешь сказать, ну вот концерт, я не знаю, дают, и от этого налоги платят, и вот экономика. Ну да, если так на это смотреть, то да. Но тогда мы с тобой давай продажа оружия тоже даст приток денег в экономику. Но в странах Запада не разрешают продавать оружие. Где-то запрещены наркотики тяжелые, они тоже дали бы приток. Мы можем так, знаешь, рассуждать на любые темы. Так что, я думаю, это не актуально, короче, говорить об этом. Есть ислам, и есть его фундаментальные запреты на какие-то моменты. И там не обсуждается вообще, может это дать приток финансов, не может. Это запрещено, и все. Вопрос закрыт. Мы как бы, мы мусульмане, у нас, ну, такова наша религия, таковы наши правила. Мы же никому ничего не навязываем. Мы говорим чисто о себе и о своем внутреннем укладе. Никто не должен к нам приходить с какими-то своими, с навязыванием своих каких-то идей. Мы хотим на своей земле жить так, как мы хотим, так, как нам предписано жить. Будьте добры, просто смириться с этим, считаться с этим. Так же, как мы смирились с тем, что вы на своих землях, в своих странах живете так, как вам хочется. Понимаете там, какие хотите законы. Мы не противимся этому. Не противьтесь и вы. Жили на своей земле, ведь воруют друг друга. Ау, Томсон, ну так, это же наши проблемы. Воруем мы там друг друга, убиваем мы друг друга, что бы мы ни делали, но это наше дело. Оставьте нас в покое. Если мы будем там воровать друг друга, ну, скажете, да, пусть бесятся там, оставьте. Что же вы к нам лезете? Вот это не пойму. Вы у себя, в стране, друг друга насилуете швабрами, и не только швабрами. Сажаете в тюрьмы и насилуете там. И, ну, это ваша проблема, которую вы должны решать в своей стране. К вам же никто не лезет. Не лезьте и вы к нам. Мы-то, по крайней мере, швабрами никого, ну, до прихода вашего, вашей оккупации нашей земли у нас не было. На бутылке у нас вот сейчас начали сажать, когда вы к нам пришли. До этого у нас подобного никогда не было. Поэтому займитесь своими проблемами, а мы и займемся своими. Ты так говоришь, будто это мы придумали. Русский народ так же угнетают, как и все. Ну, так это вопрос российский. Это россияне должны его решать. Решайте. Точно так же то, что у нас, если мы воровали у нас людей, как вы говорите, это наш вопрос. Не россияне должны решать наши вопросы. Оставьте в покое. Чеченцы сами разберутся. Просто выведите войска, оставьте нас в покое. Это наше свободное, суверенное государство. И вот внутри своего государства проблемы, которые у нас будут, если мы будем воровать людей там, будем убивать, что бы мы ни делали, мы сами будем это решать. Не вы должны приходить к нам, оккупировать и что-то у нас решать. Вот сейчас, как пример, я говорю, вы швабрами, и не только швабрами насилуете зэков, к вам же не приходят войска НАТО и не решают у вас эту проблему. Вы ее сами решаете. Будьте добры, оставьте нас в покое. Мы так же сами порешаем. Накажем всех, кто будет воровать, кто будет убивать, кто будет неправильно себя вести. Всех накажем, посадим, угомоним и будем развиваться. Я русский мусульманин, ревнив к религии, и я раздражен, когда чеченские женщины одевают обтягивающие хиджабы и полуплатки, танцы, которые устраивают мужчины, поэтому давайте убирать приставки русские и чеченские. Если ты уберешь эту приставку русские и чеченские, ты решишь эту проблему с обтягивающими хиджабами. Вопрос, это неправильно даже называть обтягивающие хиджабы, потому что хиджаб, сам смысл слова хиджаб, это покрывало, это покрытие. То, что они на себя надевают, это не хиджаб. И вот решить проблему вот этих обтягивающих платьей ты не можешь, не убрав оттуда заказчиков этой моды, ценителей этого, а это власть, это ведь Кадыров и его окружение, это они любят, чтобы так наряжались эти женщины. Пока ты не изменишь эту ситуацию, ты никак не сможешь поменять это к лучшему. Томсу Аделимханов чем занимался во время войны? Предавал. Занимался предательством. Предал Радуева и получил для себя пост в российском государстве. Ну, неплохую сделку для себя он, конечно, сделал в этом мире. И преуспел. Но будущее у него, конечно, не завидное. И он это знает. Томсу, почему ты достойно не отвечаешь тем, кто реально тебя разоблачает? А таким чайникам, как Чингиз, ЧГТРК отвечаешь. Хотя их разоблачением и так никто здравый не поверит. Ну, ты, конечно, я думаю, сильно преувеличил, преувеличил, сказав, что меня реально кто-то разоблачает. Я пока еще не видел. Во-первых, нет у меня ничего того, за что меня можно было бы разоблачить. Я подозреваю, что ты имеешь в виду каких-то людей с двумя с половинами, допустим, людей, у которых два с половиной человека аудитория. И они что-то там про меня говорят. Лгут, как правило. Лгут на меня. И почему я им не отвечаю? Потому что я не считаю нужным им отвечать. А почему я обращаю внимание на ЧГТРК грязный, на различных кадыровских пропагандистов или их политиков? Потому что это изначально мои враги. С врагами ведут диспуты, им отвечают, их унижают, их опровергают. С ними надо так работать. А вот те люди, о которых ты говоришь, я их, ну, друзьями они однозначно не являются, но и до врагов они тоже не дотягивают. Я просто в упор их не вижу. Поэтому не считаю нужным им отвечать. Официальный представитель МИД России Мария Захарова комментирует становление памяти коридору сепаратистского движения в Чечне-Жахару Дэву в Турции и подчеркнула принципиальность позиции России по отношению к памятникам террористам. Раните на телеканал РТ. Да, вы знаете нашу принципиальную позицию в отношении установления любых видов памятников экстремистам, террористам, боевикам и коллаборационистам. Эта позиция неизменная, принципиальная и относится к любой стране точки. Я здесь заметил очень такой сдержанный тон официального представителя России в отношении Турции. Вы заметили, если бы допустим что-то подобное было бы в США или в европейской стране, там когда что-то такое происходит, там тон такой бывает, мы достойный ответ и туда-сюда. А тут такой прям сдержанный очень тон. Видно, что это ситуация, которую не прокомментировать нельзя, то есть они должны что-то по этому поводу сказать и должны сказать что-то не очень, что они недовольны, то есть какое-то осуждение они должны высказать, но делают это крайне аккуратно, чтобы не наруш, не пострадали их отношения с Турцией. Это говорит о том, что турки и Турция сегодня играют очень важную роль для России, они видят в них ту страну, тех партнеров, с которыми ругаться они не хотят. Сейчас турки для них важны, поэтому такой очень сдержанный тон. Ну а вообще, конечно же, Захаровой стоило бы побеспокоиться о памятниках Сталину, улицах имени Сталина, но разве будут они об этом беспокоиться? Мы-то знаем, что и Путин, и все они не гордятся Сталином, они любят его. Субтитры создавал DimaTorzok